Кто не пришел, тот придет, посмотрит записи. Значит, я начинаю с вашего позволения запись. Можно параллельно с уроком писать вопросы. Вот тут есть групповый чат. Можно писать. Я вижу вопросы и постараюсь быстренько ответить. Итак, мы начинаем. А разрешения на записи-то нету. Разрешения на записи нету. Одну секунду. А, запись пошла. Прекрасно. Итак, всем добрый день. Я Зоев Робинс Баденбадена. И у нас заявленная тема 13 принципов Рамбама, Веры Рамбама и не только. Урок номер 2. Значит, поэтому мы продолжаем то, что начали в этом уроке. Так как я вижу немножко новых людей, которые на прошлом уроке не были, то я коротко буду упоминать о том, о чем договорились на прошлом уроке. Итак, мы на первом принципе Рамбама, который у нас в конце молитвенника, в прошлом уроке объясняли, как они туда попали. Это был некий процесс. Это не то, что Рамбам имел в виду. Итак, первый принцип. Я верю полной верой, что Творец, доблословенно будет имя Его, Он лидер и ведущий всех сотворенных, и Он единственный делал, делает и будет делать всем своим созданием. Окей. Итак, мы упоминали в прошлый раз, а, секунду, до прямого текста, у нас есть, как всегда, любимый уголок фейков. На прошлом уроке был один длинный фейк, который, наверное, долгое время. Это, опять-таки, приход Мессии. Это принцип у нас номер 12, приход Мессии. Так вот, сейчас, так мы ждем в сложное время, нужно немножко соотнестись с этим делом. А именно, один из членов нашей общины Бныноах в Закарпатье из Мукачева, значит, спросил у меня на той неделе следующую вещь. Хотелось бы узнать, не фейк ли или неправильный перевод следующая информация. Следующая информация, это у нас есть некая статья, которая, значит, была опубликована в Израиле и перепечатана разными новостными ресурсами. Звучит она так. Министр здравоохранения Израиля, я уверен, что Мессия прибудет к Пасхе, к еврейскому песу, который сейчас, 8 апреля по еврейскому календарю. В четверг, в интервью Хамаль Ньюз, министра здравоохранения Израиля, Акова Лицмана, спросили, что он делает, чтобы остановить рестующую пандемию коронавируса в Израиле. Это вопрос. Лицман ответил, напомню, что он следует соблюдать все возможные меры гигиены, соблюдать личную дистанцию, не собираться, группа больше десяти. Министр, однако, добавил, что если люди не будут подчиняться, то будет проблематично. И еще он добавил, цитата, что Бог наблюдает за нами. Конец цитаты. Но когда министра спросили, может ли Израиль оставаться полностью закрытым на карантин до 8-16 апреля, даты еврейского Песаха, Лицман ответил, очень неожиданно и необычно. Он сказал, двоеточие, начало цитаты, не дай Бог, мы молимся, надеемся, что Машех, Мессия по-русски, придет до Песаха, до ближайшего Песаха, сейчас, не через 10 лет, который будет через меньше чем 2 недели, поскольку в это время, это время нашего искупления, вместе с Ниссаном и Песах. Я уверен, что Мессия придет и спасет нас так же, как Бог спас на время исхода из Египта. И мы были освобождены. Машех придет и спасет нас всех и остановит пандемию. Конец цитаты. Как считают некоторые известные рвины, новостные суды заставляют от себя, что чума COVID-19 является одним из эпизодов войны Гога и Магога. То есть, раз пришла чума, значит, нужно ждать и наступление Гога и Магога на Иерусалиме. Конец новости. Окей, это вопрос. И что, и что я ответил нашему, чему нашей общины? Я сказал, это не фейк, это даже правильный перевод. Действительно, такая новость была на иврите в оригинале. И не просто министр здравоохранения Израиля Рабеку Блицман, он министр здравоохранения в такое критичное время, он человек религиозный, он человек с длинной бородой, он человек с шляпой, а когда даже был пурим, он, значит, пришел, это какая-то праздник, пришел в Штраймле, такая серьезная смеховая шапка, которую носят хасиды, он гурский хасид. Да, поэтому его мнение как религиозного человека намного более интересна, чем мнение, не знаю, министр транспорта, который не религиозный, условно говоря. И вот, значит, нам, значит, министр здравоохранения, который также человек религиозный, раввин, Яков Блицман говорит, что вот от имени Рава Каневского, что вот мессия придет вот сейчас. То есть, поэтому мы с одной стороны соблюдаем все требования здравоохранения, социальная отдаленность, два метра, не больше десять человек, и так далее, и так далее. А с другой стороны, мы, да, то есть, говорится, что мы надеемся, что мессия придет буквально сейчас. Как понимать этот ответ, спрашивает нас все значения. Окей, и мой ответ следующий, что эта новость, первая, не фейк, это спойлер, это не фейк, это правда, то есть, все, что здесь было сказано, это имело место быть, это раз. Второе, и это самое главное, это классические мессианские ожидания, которые были всегда на протяжении истории. Мы их немного обсуждали на прошлом уроке. Мы, когда дойдем до пункта 12 из 13 принципов Виа Рамба, мы будем говорить про мессию, в первую очередь про лжемессию, про Шабтая Цви, про Якова Франка, который здесь в Германии жил, действовал, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, действительно, мы говорили, Равкут про это писал, значит, что когда началась Первая мировая война, евреи тоже, естественно, ожидали прихода мессии. Я упоминал в прошлом уроке, как разные мудрецы высчитывали разные даты, там, Веленский Гаон, Мальбин и другие, и что Талмуд это запрещает. Но здесь, опять-таки, обратите внимание, в этой новости, которая не фейк, которая правда, речь идет не про некую высчитанную дату, а есть, значит, некая уверенность, надежда, что мессия придет сейчас, то есть не через год, не через 8 лет, а сейчас. И, опять-таки, что вам сказать, очень хочется верить, чтобы это так и было. К сожалению, вся наша жизнь, опять-таки, мы видим, что такие надежды, предсказания делались регулярно и регулярно не осуществлялись. Я помню, даже год назад тоже были некие новости, бежали в WhatsApp, в разных новостях, что от имени одного раввина было сказано, что мессия придет в Машех, придет до Пурима, до прошлого Пурима. Сейчас уже следующий Пурим прошел, и он еще не пришел. Опять-таки, всегда, можно сказать, это будет верно, что мы живем в мессианскую эпоху, и это действительно так, мы говорили, что Зор пишет, что последние 2000 лет и 6000 лет это времена Мессии, то есть, дни Мессии, то Мессия может прийти, Машех может прийти всегда, в любой день. Все это так. Но, опять-таки, подразумевается, конечно же, под конечным избавлением, Мессия сын Давида, человек из крови и плоти, а не вот мессианская эпоха, про которую мы будем говорить, конечно, в дальнейшем. Поэтому, ответ мой, значит, на эту новость из уголка фейков, это не фейк, новость настоящая, действительно, это то, что склонисты издрыхнялицман и Рав Каневский, который великий человек, великий раввин, сын знаменитого Стайплера, праведник и мудрый раввин сам по себе, вне зависимости от своего отца или из-за своего отца, в любом случае, опять-таки, мы надеемся на то, что он сказал, это правда, тем не менее, это классические мессианские ожидания, которые пока что не реализовались, дай-то Бог, чтобы реализовались, но, как говорится, самый очень простой момент, по живому виду, до Песха сложилось меньше двух недель, очень просто проверить. Окей, сейчас мы закончили, так сказать, наш уголок фейков или не фейков. Теперь, еще один момент, который я хотел напомнить, и он очень интересный, интересный и нестандартный для современного вера, по еврейской традиции очень рекомендуется лучше не называть сегодняшнюю веру по имени. Почему? Согласно, опять-таки, традиции, согласно Кабале, значит, любая, даже плохая вещь, если упоминать ее по имени, она подпитывается энергией нашего упоминания. И поэтому мы видим, что очень часто в еврейской традиции самые разные злодеи и враги еврейского народа, мы не говорим, как их звали на самом деле. Мы называем их иносказательно. Ну, классический пример, глава Третьего Рейха, да, вот я здесь в Германии, мы не называем его по имени, по фамилии, мы говорим, тот самый злодей, да. Более давний пример, опять-таки, отец-основатель христианской религии, значит, Талмуд его, значит, называет иносказательно о той, что самый человек. То есть, здесь нет ничего плохого, здесь нет ничего хорошего в названии тот самый человек. Это просто эфемизм такой, иносказательная форма, да. Значит, и поэтому действительно, значит, традиции говорили, что даже самые, значит, нехорошие, плохие вещи, они как бы живут, если мы их продолжаем упоминать. В скобках и хорошие вещи, и хорошие люди живут, если мы их упоминаем. На этом, кстати, основан элементы памяти людей, которые ушли из жизни, умерли, разные молитвы, кадиш, и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, момент, когда мы кого-то или что-то упоминаем, оно немножко живет, или сильно живет. Даже у коммунистов там была фраза «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Понятно, что имелось в виду буквально, так как был Мавзолей, было тело, есть, но в методическом смысле, да, когда мы, значит, вспоминаем такое или иное дело, то оно, конечно же, живет, да, не только в наших устах, сказав его, да, мы его немножко оживляем. у нас недавно была заповедь уничтожить память об Амалеке и так далее, и так далее, то есть, мы упоминаем одновременно, чтобы не упоминать. В общем, совет здесь следующий, не называть этот вирус напрямую, как его называют в прессе, в газетах, радио, телевидении, интернет, да, поэтому всем понятно, про что мы сегодня говорим, тот самый вирус, если хотите, да, вирус, которым сейчас все заняты. Это вот некое замечание и опять-таки просьба. Теперь, возвращаясь, значит, к нашим принципам Рамбома, я говорил уже, что Рамбом их сформулировал как некий диспут с самыми разными другими религиями и мировоззрениями. Мы упоминали уже на прошлом уроке, что первый принцип Рамбома, конечно же, спорит с кем, кто помнит, с греческой философией. Да. Значит, итак, пойдем немножко в направление греческой философии. Во-первых, это, конечно же, древнегреческая философия, то есть я упоминал Платон, Сократ и Аристотель. Опять-таки, я напоминаю, что в греческой философии было много самых разных школ, да, и поэтому были школы, которые там, да, утверждали, что есть Бог, существует некое божество, то есть мы знакомы, да, с разными, опять-таки, мифами Древней Греции, где там боги жили целыми сообществами, там, женились, разводились, бегали, прыгали, в общем, вели полную черческую жизнь, достойную Голливуда. Это, опять-таки, один из примеров, окей, это полиэпеизм, многобожие, обопоконство, если хотите, да, то есть мы видим, что не все греки были одинакового мнения относительно вопроса божественности. Я упоминал, опять-таки, да, что сегодня принято, да, что вот победила школа, так сказать, Платон, Сократ, Аристотель, даже точнее Аристотель, потому что между и Платоном, и Сократом, и Аристотелем были разные мнения, они говорили не одно и то же, кто читал, или помнит, или интересно вспомнить. Теперь самое интересное, что Рамбома обвиняли в том, что он поклонник Аристотелевой философии. Что имелось в виду? Ну, еретик, да, сейчас увидим, что Аристотель говорил очень перболематичные вещи относительно еврейской традиции и веры в Бога. Несомненно, Рамбом, Маймонид, был очень, человек, который неплохо, очень хорошо знал древнерическую философию, и кроме того, он очень систематизировал, да, значит, свои взгляды, поэтому его называют очень часто великий кодификатор, и многие раввины потом и не только подражали ему в его стиле, как он, значит, все систематизировал. Тем не менее, опять-таки, обвинять, Рамбом, что он был стопроцентный, значит, поклонник, фанат Аристотеля, это, мягко говоря, неверно. Он, несомненно, использовал элементы Аристотеля взгляда на мир, но одновременно очень жестко отрицал их. И сейчас увидим, что первый принцип это в сущности отрицание Аристотельовой философии. Итак, зайдем немножко в древнерическую философию. Так, там был досократовский период, ранее классическая философия, там были знаменитые пикурейцы, которые лишь нужно ослаздаться за жизнью, да, то есть Бога нет, поэтому кушай, пей, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в древнерической философии было много-много подходов, но опять-таки самый сильнейший это вот подход Аристотеля. Итак, в метафизике Аристотель называет учение о причинах и первоначалах всего сущего. Это нам близко. Итак, причины по Аристотелю четыре. Первая материя, вторая форма, третья действующая или производная причина, четвертая цель или конечная причина. Так вот, зайдем в первую, в материю, то из чего? Многообразие вещей существующих объективно. Материя вечна, несотворима и неуничтожима. Она не может возникнуть из ничего, увеличиться или вмешаться в своем количестве. Она, материя, инертна и пассивна. Бесформенная материя представляет собой небытие. Первичная форменная материя выжжена в виде пяти элементов стихий. Знаменитый воздух, вода, земля, огонь и эфир. О, небесная субстанция, что-то духовное, очень интересно. Итак, мы видим, что на самом простом уровне Аристотель утверждает, что материя вечна. Другими словами, в прошлом уроке, что мир вечен. Это ровно наоборот, ровно против того, что говорит турецкая традиция, мир сотворен. Есть Бог-творец, есть Бог-творитель. Это то, что Рамбом пишет на первом принципе. Таким образом, мы видим, опять-таки, что это довольно несправедливое и неправильное обвинение Рамбома в том, что вот он Аристотелец, да, уклон Аристотеля, так сказать, в иудаизме. И мы говорили, за это даже некие ученики Рабину Юна сжигали книги Рамбома. Это было неправильно, нехорошо. Из-за этого потом свои появились истории нехорошие. В любом случае, опять-таки, я также упоминал, что концепт Аристотеля неожиданно в новое время пополнили французский философ Вольтеро Дидро, которые предложили более изощренную, совершенную, значит, подход для до Аристотеля. То есть, Аристотель, грубо говоря, он у нас отрицает божественность как первопричину и как таковую вообще, хотя есть некая духовность, вот этот вот эфир, пятая стихия. Французские философы говорили более интересную вещь, а именно, что Бог, да, так и есть, Он, да, сотворил мир, но ведь, что написано в конце, и почил Бог в Бозе, древнерусский перевод. Наверное, это написано в Аяна Хирокин, и отдохнул, значит, Бог, а в русском языке и не только, в многих европейских языках возможное понимание этой фразы, что Бог отошел от дел, чуть ли не умер, да, поэтому, значит, вот в начале нового времени относительно, значит, да, вот возник взгляд, что Бог да, сотворил мир и тут же отошел от своих дел, шел в отставку на пенсию, там и говорили, сидит там на облаке бородатый дедушка, газеты читает, телевизор смотрит, спортом интересуются или не интересуются, да, то есть, утверждаются две ровно противоположные вещи, с одной стороны, что Бог да, существует, он да, сотворил мир, а с другой стороны, на этом его влияние закончилось и после этого мир идет и существует и развивается по неким другим законам, могут быть законы природы, законы логики, законы философии, законы эволюции, это уже другой вопрос. Есть, конечно же, известный пример, который приводит Рабио Дуалеве в своей книге Кузари, значит, там, значит, в первой главе, когда, значит, друг, значит, спорит, беседует с царем Хазар, значит, Рабио Дуалеве приводит пример, значит, вот если взять некую рукопись, написанную прекрасным шрифтом, красивыми чернилами, красивой каллиграфией, да, и спрашивает его, значит, царь Хазар, кто это написал, и, значит, этот вот друг Равин говорит, да никто написал, кто-то там случайно прокинул чернильницу, она так развелась и вышла, вот так вот, случайно, царь Хазар говорит, не может такого быть, я вижу здесь хвощик, вижу здесь систему, тут какой-то текст, тут какие-то мысли, но теперь ты понимаешь, говорит друг Равин, что это же соотносится к миру, наш мир такой великий, прекрасный, а люди говорят, что он вот случайно, каким-то образом появился на свет, кто-то что-то опрокинул, да, то есть, это опять-таки некая, значит, раннесредневековая, значит, Равинская апологетика, она сегодня существует, которая пытается сказать, что мир наш настолько сложен, настолько прекрасен, что не может быть, чтобы это было случайностью, но это опять-таки некое, как сказать, эммм, эмм, эмм, следующие вещи, первое, что мир не вечен, мир сотворен, соответственно, у мира есть творец, мы говорили, что это также предполагает, что у сотворенного мира есть цель, да, Рамба будет писать про нее дальше в этих принципах, а именно для евреев это соблюдение заповедей, по Сократу это хорошее, значит, доброе, моральное поведение и так далее, значит, и, да, так как, значит, творец не только сотворил мир, но он также творил его, творит и будет творить в будущем, здесь есть четкое отрицание взглядов Вольтера и Дидро, что Бог ушел на пенсию, условно говоря, и там читают журналы про спорт, машинки рассматривают на фотографиях, что Бог по-прежнему активный соучастник им же сотворенного мир. Опять-таки, обратите внимание здесь, что Рамбам добавляет слово, и он один делал, делает и будет делать, это достойно упоминания, мы это еще упомянем, но не сегодня. А сейчас опять-таки относительно первого пункта, который Рамбам поднимает в этом принципе, это существование творца, существование Бога, существование беззречности. Здесь мы сейчас будем использовать метод, который я уже рассказал на прошлом уроке, а именно сопоставлять разные труды самого Рамбама в разных книгах, попытаемся понять, что же он имел в виду, особенно, когда эти места явно противоречат друг другу. Итак, сначала мы идем в Мишне Тора, его главную книгу, да, значит, вот у нас Мишне Тора в оригинале, пойдем в первую книгу, значит, книга знаний Сефера Мада, сегодня, на самом деле, это, значит, книга науки, но это вообще книга знаний в классическом русском переводе. Итак, я воспользуюсь русским переводом Шушаны Бродской, фундаментальные законы Торы, самое-самое начало Мишне Тора, там только до этого есть некое предисловие Рамбама. Фундаментальные законы Торы, они включают в себя 10 заповедей, 6 заповедей выливающих и 4 заповедей запрещающие. Вот их перечисление. Первое. Знать о существовании Всевышнего. Итак, мы пока в пункте номер 1. Знание о существовании Всевышнего. Глава 1. 1.1 Основа основ и столб мудрости знать, что есть изначальный сущий, с большой буквы изначальный сущий по-русски, и он с большой буквы осуществляет все существующее. И все существа на небе и на земле также между ними и существуют иначе, чем в силу истинности его существования. Обратите внимание, там вам вводит термин истинность. Второе. Пункт номер 2. Если можно было бы предположить, что его с большой буквы Всевышнего Бога нет, никакая другая вещь не могла бы существовать без него, без Всевышнего. Три. А если можно было бы допустить, что ничего не существует кроме него, него с большой буквы, он один с большой буквы остался бы существовать и не исчез с исчезновением всего, так как все объекты действительности нуждаются в нем с большой буквы, а он большой буквы благословенный, большой буквы не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений в отдельности. О, как интересно. Да, значит, в кабале, значит, есть интересный вопрос, как Бог сотворил мир. И, значит, ответ, что там есть некий концепт цимцума, сжатия, сжимания, что Бог немножко сократил себя и дал место нашему миру, всей Вселенной в целом. Да, то есть, опять-таки, как мы это понимаем, так ли это с точки зрения физики, астрономии, астрологии и так далее, но вот это вот последнее, конец этого абзаца первого, она очень важна, а он благословенно не нуждается ни в творении в целом, то есть, Богу не нужно было сотворение мира, ни в каждом из сотворений в отдельности, ни в каждом из людей или других вещей на самом деле. Хорошо. Опять-таки, мы поговорим чуточку позже, не сегодня, в чем цель сотворения мира, в чем цель каждого человека. В любом случае, обратим внимание на начало значит этого абзаца, да, значит, основа, основа слов пудрости, я сейчас подчеркну голосом то, что я хочу сказать, основа, основа слов пудрости, знать, что есть изначальный сущий. То есть, Рамбом подчеркает в Мишне Тора, что основа, основа, это знание, что Бог есть. Обратите внимание, не вера, знание, что есть Бог Творец. Опять-таки, мы говорили на прошлом уроке, что знание очень часто человека ни к чему не обязывает. Правильно? Да, мы упоминаем, значит, на прошлом уроке, да, что человек может знать на уровне философов, что Бог есть и там кушать все, что угодно. Это не связанные вещи. Одно дело, Бог есть, другое дело, к чему не обязывает, это абсолютно непрямолинейная зависимость. Да? Значит, сайт берет Ицхак, сейчас приводят воспоминания значит, родинов Яшивы, Яшивы, Яшивы Миры, Слободка, как они, значит, были там в Сталинском ГУЛАГе и там были с министрами юстиции и образования Литвы и министр юстиции там, друга, министр образования украл штаны и когда, значит, стали разбираться, то этот родин говорит, вы же мистер юстиции безглажны, да, то, что преподавали соблюдать, он говорит, какая связь с профессором медицины, он здоров или болен? Это абсолютно не связанные вещи, да? То есть, поэтому, опять-таки, в мире существует некое в нееврейском некологичное разделение, да, между тем, что человек знает и что он делает, да, в то время, как в еврейской традиции в Торе опять-таки знание, абсолютное знание, оно абсолютно подразумевает и предполагает и обязывает, что то, что человек знает, он, да, соблюдает, делает или не делает, да, это уже другой вопрос, то есть, есть положительные заповеди, позитивные, отрицательные, негативные, не делай, но в любом случае, то есть, когда человек что-то не знает, имеется в виду, не понимает, спрос с него намного меньше, да, когда человек знает и понимает, то ультимативное требование еврейской традиции, что человек, знающий, он же и соблюдающий то, что он знает, поэтому пункт номер один, Вишня Тора, Рамбам говорит, что нужно знать, что есть Бог. Хорошо. К чему нас это обязывает? Пока что ни к чему. Теперь, чтобы запутать вас, мы пойдем в другую книгу, пойдем в Клугу Заповедей, Цефира Митсвод. Цефира Митсвод, вот ее русское издание, значит, в переводе Шилтами, в переводе Рава Васермана из наших, Райот и Александра Катца. Значит, есть опять-таки известная разница между еврейским подходом к учебе академическим, университетским и Шива университет, да, когда, значит, в университете люди хотят похвалиться своим профессором, говорят, вот наш профессор так преподает, он такой венник, говорит, все его понимают. А когда и Шивы хотят кем-то похвалиться Равином, говорят, наш Равин, он так преподает, вообще никто не понимает, да, это вообще супер. И вот когда никто не понимает, это самое-самое-самое лучшее. Поэтому, значит, классическая методология Равинского преподавания это запутать учеников. Я вас буду путать сейчас. Итак, мы пошли в Цефира Митсвод, в Книгу Заповедей, часть первая, самая первая заповедная, номер один. Заповеди делай. Первая заповедь, повеление верить в Бога. Верить, что есть первопричина, приводящая в действие все сущее. И об этом его речение добудет благословен, я Господь Бог твой. Шмот 22, это первая с десяти заповедей. И в конце трактата Макот, Талмуд, 23б24, сказано, 613 заповедей, собраны, машина синаи. Сообщены, сори, сообщены, машина синаи. С какого стиха мы-то учим? Что все 613 заповедей сообщены в Макше на синаи. Кто-то там дописал, додумал. Что все заповеди божественные, то, что хочешь сказать Талмуд. Из стиха, из предложения Тор заповедовал нам Моше. Варим 33, 4. Вторая закона 33, 4. То есть мы выучили. Это из числового значения слова Тора. Возражают, но это говоря, но ведь числовое значение слова Тора всего лишь 611, а как в подделе. То есть опять-таки в гематрии, гематрии, когда каждый в рейской букле соответствует твердоусловленные цифры. Значит, Тора, Тет, Вав, Рейш, Гей, Тав, 400, Вав, 6, 406, Рейш, 200, 606, и Гей, 5, 606 плюс 5, 611. А не добрали до 613, 2. То как же Талмуд говорит, что Тора это 613, когда это 611? И объясняется там, еще две заповеди, я Господь Бог твой, и да не будет у тебя других богов, продолжение 10 заповедей, они, евреи, услышали напрямую из Всевышнего, а не через Муше. О, то есть Талмуд нам говорит, в Тарте Тимакот, что Тора это 611 заповеди, которые Масей принес потом с горы Синай, а изначально, когда слушали 10 заповедей, первые две, я Господь Бог не будет, а других богов, евреи слышали напрямую. Тому 611-2-613. И отсюда ясно, что я Господь Бог твой, это одна из 613 заповедей, и в ней заповедана нам сама вера в Бога, как мы разъяснили. Все понятно, что здесь произошло? Окей. Повторяю голосом. Первая заповедь, повеление верить в Бога. А что мы только что сказали в Мишне Тора, в книге знаний, что заповедь знать, что первоприсущий существует. Так верить или знать? Вот вам пример, вот вам пример, вот противоречие, которое в самом Рамбоме, это один и тот же человек, который писал разные книги, и возникает вопрос, так что правильно? Вы, конечно, можете сказать, окей, и ты прав, и ты прав, как в том анекдоте, мы все интегрируем. Это, конечно, беспроигрышный подход, всегда можно объяснить все, что хочешь. Тем не менее, хотелось бы понять, в чем разница между этими подходами Рамбома, что с одной стороны нужно знать, что есть первая причина, и Бог творится, а с другой стороны нужно верить в Бога. В скобках, опять-таки, дальше, Рамбом в книге, в Сефер Метцот, в книге заповедей, он также, то, чего нет в книге знаний, он излагает свое видение, что вытекает из этого. Если мы сказали, что мы знаем, что есть Бог, это Бог-философ, окей, чему нас не обязывают, то здесь повеление верить в Бога, оно, конечно, более, скажем, предобезующее, более обязующее нас, и поэтому, например, заповедь 3, повеление любить его с большой Богом, да будет он проразнесен, то есть, размышляя над его заповедью, его речениями, его деяниями, и вдумаясь в них постигать, его наслаждаться этими достижениями. Это высшее наслаждение есть любовь, которая нам заповедана. То есть, не просто нужно верить в Бога, нужно его еще любить, это совсем новый этап жизни, и очень серьезная ступень, да, поскольку сказано в Торе, так говорит Сифер Медраж Аллаха, на главу Витханан, поскольку сказано, и люби Господа Бога твоего, дворим 6, 5, а я не знаю, как любить Всевышнего. Мы с трудом знаем, как любить людей, да, Тора объясняет, и будут эти слова, которые забыли сегодня на твоем сердце, там же 6, 6. Таким образом, ты познаешь Творца Вселенной, и также указано, что размышление приведет тебя к верному постижению и ослаждению, и любовь Всевышнему придет непременно. Окей, я так и опускаю. Заповедь 4. Повеление трепетать перед ним с большой буквы, да будет он превознесен и бояться его. трепетать и бояться. Совсем другая история, чем любить. Чтобы не уподобляться отступникам, направляемым своими сердцами поступать наперекор, но постоянно трепетать перед его наказанием. Наказанием. И об этом его речении, да будет он превознесен перед Господом Богом твоим трепещи. Дворим 6.13. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь мы видим, да, значит, что не только есть, согласно Рамбому, из книги заповеди Сафиром и Целот, что нужно знать, что нужно верить в Бога, а также, как консеквенс, как логичное следствие этой веры в Бога, нужно любить его, трепетать перед ним, бояться его, и так далее, и так далее. Пятая заповедь, служить ему, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Здесь, опять-таки, я хотел вернуться бы к тому, что мы сказали, да что, и он один совершал, совершает и будет совершать для сотворенных. Опять-таки, вот это вот слово один. В греческих философиях, опять-таки, в разных школах, был из тех, кто принял, что религиозно, в данном месте, что мир сотворен, опять-таки, мы говорим, что была идея политеизма многобожия, Зевс там был, жена там была, дети были, конкуренты были, друзья, соперники, все кто угодно, да? То есть, опять-таки, Зевс там, и Юпитер, и Юринер назывался главным богом, но у остальных там тоже, там, бог моря там сделал что-то с морем, бог ветра, бог любви, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у каждого бога была своя епархия, в которой каждый там был, ну, относительно автономен, скажем так, или более того. Поэтому, Рамбому здесь важно подчеркнуть, что он один. Бог один, опять-таки, он будет говорить Рамбом в дальнейшем, мы не будем передать события, что бог един, их немного, но речь идет именно, что бог один сотворил весь мир, все сущее. Здесь, опять-таки, конечно же, приходит на ум знаменитая история про Тедум Шевин, перевод 70, когда, значит, в эпоху пост Александра Македонского, значит, когда вы держав расколось на три части, на Европу, Азию, Африку, Израиль, конечно же, упал в Африку, потому что возле Египта, только вот в Ханук, он перешел в Азию, началась с Ханукой проблема. Так вот, генерал Толемей, который, значит, исследовал Африку, после Александра Македонского, он, в скобках, он был дедушкой Клеопатры, он, значит, Толемей приказал перевести Тору на греческий язык, Тора была только на иврите тогда. знаменитая Александрийская библиотека, очень интересная тема, да, значит, в древности, как известно, искали, по крайней мере, вот, в странах Александра Македонского, под его контролем, искали книги. То есть у нас сегодня там еще такая трамбанда, там оружие, там золото, там наркотики и так далее, тогда искали книги. Вот, Александрийская библиотека находилась в порту Александрии, людей проверили на книги. Если была книга, которую быстро сравнивали, там же придумали каталог, который не было в Александрийской библиотеке, человек оставался там жить, на государственных харчах, и там отдыхал, гулял, а его за два-три месяца книгу переписывали. А если была книга, отпускали. То есть английская библиотека была величайшая вещь. Опять-таки все книги были рукописными, но вот этот вот Толемей, значит, первый обнаружил, что в этой великой библиотеке по оценке сегодняшней там было более миллиона рукописных свитков, книг, там не было Торы. И так как иврит, это греческий язык, был заказан перевод. Опять-таки это не там простой заказ, традиция отрицательно относится и к самой попытке, и к самой методологии, как перевод был получен на иврит. Там всех мудрецов, например, числом 70 посадили в тюрьму, в канцер каждого. Каждый по отдельности переводил, а потом сравнивали, что опять-таки не наводит на хорошее размышление, зачем это нужно было. Вот тем не менее, значит, Толмуд упоминает, значит, что вот эти 70 мудрецов, они немножко внесли поправки в перевод текста с ивритом на греческий, чтобы не евреям, грекам был понятен в смысле Торы. Например, в начале Тора написано, значит, в начале сотворил Бог небо и землю, берешит барану, кима, шима, битарец. Можно подумать, с точки зрения греческого политизма, что некий Бог по имени Берешит, он же в начале сотворил другого, которого зовут Бог. Да? Берешит сотворил, берешит сотворил Бога. Поэтому, значит, эти 70 мудрецов перевели первое предложение Торы, что берешит в начале это время, это не имя самостоятельное, это не самостоятельный Бог. Опять-таки, подчеркнуть, что Бог был один при творении. Опять-таки, потом мы видим, что придут другие религии, которые предложат концепцию эволюции Бога, из одного Бога переходит в другое, там, это другая история, да? Здесь же, опять-таки, подчеркивается, что никто не помогал Всевышнему в творении. И здесь, опять-таки, если так, вы можете спросить, а те знаменитые мидраши, да, которые говорят, что Бог там советовался с ангелами, например, при сотворении мира. Как такое может быть? Да? Ну, опять-таки, для начала расскажем про что-то в речь, да? Во-первых, есть несколько похожих мидрашей, по сути. Значит, первый из них говорит, спросил, значит, Всевышний Ангел, сотворим человека. Это вопрос. Вот, мидраш понимает, как риторически, понятно, что сотворим. Да? То есть, это некое, значит, совещание с заранее определенным результатом, да? И ангелы что говорят? Не твори его, человека. Почему? Спрашивает Бог. Он говорит, кулок, тата, кулом, мидраш, что человек, значит, он все время ссорится со своим ближним, постоянно воюет, он врет и говорит неправду и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, идея сотворить человека, ангела, мне кажется, хорошей. Что сделал Всевышний? Он, значит, тогда, согласно мидрашу, кинул на землю категорию истинный медат один, значит, и пока она там очухивалась, сотворил человек. Да, то есть, Всевышний признает в каком-то плане, что там есть некая логика в том, что говорят ангел, что человек не совсем прямой, как ангел, не совсем. Он не ангел, он человек со своим минусом. И тем не менее, значит, да, то есть, в этом есть своя правда, поэтому есть версия мидраша, что это была медата эмет, значит, категория правды, да, и это то, что написано потом в Салмах, эмет, мяр, цицмах, что правда из земли прорастет. Ты увидишь потом Всевышний, говорят ангелы, что человек, он не ай-яй-яй, он не такой, как мы, он не ангел, он человек. Да, значит, логичнее, дальше же потом про Моисея, давать ли людям тор или нет, ангелы говорят нет. Бог говорит, Моисею ответим, Моисея им отвечает, там не кради, там не ревнуй, не вас желай, у вас есть кражи, у вас есть ревность, у вас есть чувства, кушайте, кушайте. Это теория, тора для нас, для людей. В любом случае, опять-таки, из текста Медреша, это Медрешаба, но не только, понятно, опять-таки, что это вот совещание, совет у ангелов, он некое, это некий искусственный совет, что Бог знает, у него есть некий план по существованию мира, и он его придерживается. Но что, значит, Медреш Танхума отсюда заключает совершенно другую методику ведения жизни, а именно, даже Великий будет спрашивать мнение о малых. То есть, нужно уметь советовать, спрашивать мнение о других. При том, что Великий, в данном случае, Всевышний, несомненно, знает, к чему он ведет, он сотворит человека со всеми двумя носами, он это знает, чтобы его воспитать в более лучшее существо. И это то, что Косновторе сотворим человека. Ты и я, согласно одному из комментариев, мы вместе будем из тебя, человек, прорачивать человека. Поэтому, опять-таки, вот эти вот Медреши, которые почувствуют, что Бог советовался с кем-то, создавать ли человека, создавать ли, давать ли Тору, евреям и так далее, это, опять-таки, некая попытка нас научить, да, вести себя, а именно, советовать. Даже когда мы умнее и сильнее и круче, нужно не делать все односторонне, да, и, опять-таки, это вот принцип, который мы говорим, да, что мы подражаем Всевышнему, что Всевышний советуется с Англами, хотя он в них не нуждается, как Рамбан говорит, ни в ком не нуждается, так и человек, даже великий, он будет спрашивать мнения простых или маленьких, да, поэтому, опять-таки, этот мидраж, это некая установка правильного поведения в жизни, но никак не свидетельство, что там есть соавторы, да, у нас есть там книги, соавторство написали книгу, соавторство открыло, научное открытие. Здесь, опять-таки, авторство на наш мир абсолютно только Всевышнего, опять-таки, значит, вот, есть места в традиции миска, которые занимаются выяснением роли ангелов, когда они были сотворены, какие ангелы, и так далее, и так далее, тема чрезвычайно интересная, опять-таки, разные религии, которые появились, христианство, ислам, они очень часто придают более центральное значение разным ангелам, до самых разных идей. Здесь же, опять-таки, вернемся к Рамбану, отсюда ясно, значит, что Бог, Он один сотворил мир, один, один, абсолютно один, хотя вот, советовался, и результат не принял совет ангелов, поэтому советоваться не обязательно, гарантированно принимать этот совет, но высказывать кому-то уважение и почет, даже, когда ты заранее знаешь, что ты не примешь его мнение. хорошо, теперь попытаемся логично завершить нашрок на сегодня, и так мы сказали, что у нас есть два мнения, одного Рамбану, нашего Маймонида, на тему, что же нам делать с Богом, с божественной идеей, да, первое мнение, нужно знать, что Бог существует, второе мнение, что нужно верить как мы это разрулим. Окей, здесь я дам очень простой и четкий ответ, который верен также относительно других всех вопросов и проблем внутри иудаизма. Как, да? Человек, который знакомится с иудаизмом, да, чек, который бывал и в нем, очень часто иногда люди теряют голову, ведь есть столько разных мнений, есть говорят так, есть говорят по-другому, а есть говорят по-третьему, а есть говорят наоборот, да, и вот это вот отсутствие от четкости однозначности очень часто даже не пугает людей, а вводит в некое заблуждение, да, что все относительно, ты прав, ты прав, все правы и чуть ли не возникает мнение, но если так, то делай все, что хочешь, потому что мнения то есть разные. Ответ ничего подобного. Есть очень четкий критерий в иудаизме, какое мнение мы принимаем, по крайней мере, в нашем мире за истину. И ответ этот звучит очень просто, это называется галаха. Все, что в итоге записано за галаху, это есть истина. Все, что не записано, истиной не является. Например, мы увидим в дальнейшем в книге знаний, Рамбовом писывает наподобие, на следующем уроке, наподобие Аристотеля, что есть четыре стихи, он не пишет так, не пишет четыре. Да, вот там, земля, огонь, вода и так далее. Да, опять-таки, дальше Рамбовом писывает, причем, в следующем уроке, там, научную картину мира, которая была тогда, на его время. Опять-таки, это не абсолютное утверждение, научная картина мира, на время Рамбовом, в том, что Рамбовом, как великий ученый, ровненно пережал с научной мыслью несколько сот лет своих современников. Тем не менее, эта картина тогдашнего научного мира сегодня, конечно, более сложна. И именно поэтому эти вот взгляды Рамбовом понятны нам, что они временно относились к эпохе, как устроен физический мир, и они не записаны за Аллаху, то есть это не Аллаха. Можно думать так, можно думать по-другому. Поэтому, опять-таки, приду к другому примеру, да, значит, есть известные, значит, объяснения, почему вот есть евреи-ультратокс, антисионисты против государства Израиль, потому что, потому что, и те, кто пойдет в теологию, есть, значит, некая история в конце, значит, тома, кто Бог в Толмуде, что Бог заклял еврея еще тремя клятвами в происходе из Израиля в предрешении второго храма римлянами, что они там, значит, не будут восставать против евреев и не будут подниматься обратно или потеряться взаимой Израиля как стена. И это вот знаменитая концепция трех клятв, да, казалось бы, но и все четко обозначено, все понятно, да, все не запрещено, вместо Бога. Но, если мы посмотрим дальше, это медраж, медраж Агада, нигде не записано. Его не приводят ни Рамбам, ни другие среди никакого авторитета. Его не приводят Шиха Нарух, его не приводит никто. То есть, видим, что за Галаху это мнение не было воспринято. Соответственно, это некий медраж, который наводит размышления, это подумать, но не практически делать. Поэтому, возвращаясь к нашим барам, возвращаясь к нашим двум Рамбамам. Так, первая заповедь это знать, что первопричина Бог существует или верить в Него. Да, значит, поэтому, если мы пойдем в Галаху в Сефир Амитсвот, то Сефир Амитсвот, что он у нас пишет, там будет правильный ответ. Да, поэтому ответ он, что нужно знать, да, что Бог первопричина существует и так далее, и так далее. верить, это, конечно, хорошо, но, опять-таки, возможно, варианты мы находим их и сегодня, но не только сегодня, из самых разных евреев, которые не очень верят в те или иные постулаты иудаизма, но ходят в Синагогу, соблюдают заповеди. Это то, что имеется в виду. Это то, что имеется в виду. Это, опять-таки, основа, это вот знание, что Всевышний, который вас обязан с неким заповедем, верить в него, это, конечно, идеальная ситуация, но не все способны дойти до этого уровня. На этом, я предлагаю, здесь мы остановимся, если есть вопросы, вопросы по сегодня. Окей. Если нет вопросов, тогда мы продолжим. Значит, наш урок, мы прежнему на первом принципе Вера Рамбома мы продолжим во вторник, в то же самое время, в 17 по Среднеевропейскому, в 18 по Израилю, по Иерусалиму, по Киеву, мы продолжаем через вот воскресенье, вторник, четвертый. Субтитры создавал DimaTorzok